так друзья привет всем это валера снова и вам знакомым вместе сегодня суббота я приехал на дачу вернее на будущую дачу пока место такое это жутковато и страшновато потихоньку наводим порядок чуть-чуть дело у нас продвигается по по чуть-чуть совсем продвигаемся но идем уверенно провезли нам 15 тонн песка пока что 15 потом будем заказывать будем заказывать это заказывать песка потом черноземы будем заказывать сейчас пока песок нам нужен только для фундамента так называемого вот этот фундамент мы будем выравнивать большую часть фундамента вот этого будем разбивать выставлять края дома на колонны здесь основной фундамент будет подливаться совсем чуть-чуть углубимся совсем немного самое главное углубление будет это у нас по краям посредине дома чтобы она держала заказали уже домкрат большой чтобы поднимать дом поэтому все скоро будет такая вот куча песка у нас хорошая песок хороший как как мы и хотели песок именно для фундамента так что так участок начинает потихоньку опять подзарастаться ну разок мы еще скосим его разок скосим что у нас на сегодня это вот сюда тоже уберем но это не сегодня наверное наверное у нас что сегодня главное сделать его на у нас чуть в доме навести парадок это убрать надо печку еще одна осталась у нас одна печка такая она никому уже не нужная непригодная вот мне нижний кожух сняли на те выходные она вся посыпалась поэтому эта печка страшная утопить страшно и нежелательно поэтому мы ее потому что она нам будет мешать даже когда будем выравнивать дом нам надо подлезть к этой стенке чуть-чуть про поднимать надо будет но это самое высокое место получается самая высокая точка вот этой стенки поэтому поднимаем вот этот край дома и поднимаем где кухня тот край дома вот эта средина остается как бы на месте потому что самая высокая точка и здесь опоры она как бы стоит нормально поэтому как-то так давайте что будем делать будем делать мы следующие нам нужно что сделать так чтоб снять вот этих верхних два кожуха они никак не снимаются какие-то еще умники там и есть такие зажимы как они зажимается закатывается жесть как вот ведра завальцованные так и здесь завальцованы вот эти вот края они завальцованы с такой стороны что там никак не подлезть чтобы это отбить поэтому у нас есть подружка хорошая подружка болгарка так что так сейчас мы ей попробуем распилить вот этот кожух ну а потом потихоньку сверху будем начинать разбирать не будем пытаться сделать это снизу вы понимаете из-за чего чтоб меня не накрыла печкой и вы меня больше никогда не увидите это будет не очень интересный обзор изначально это может будет интересно но потом на этом видео что и мой канал закончится так что будем пробовать пилить начинаю дело делать совершить правосудие над старыми пешками старыми домами мы будем их уничтожать и переделывать нормальное состояние так Old Игорь это все ищи вот и однако и и или вот и нам надо стул для этого дела потому что так и глазами на ловлю будет потом плохо мне стружки не стать пиратом кружочки не зажима ложка штук сочетайте сломан сочетайте все зацепьте и Как говорится для своей безопасности я шуть делаю неправильно поэтому подождите секунду если кто не понял почему неправильно подумайте я думаю что вот так будет правильней делаем дальше я думаю что вот так будет Продолжение следует... 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 Кожухи сняты, короче осталось нам что, надо всё начинать с верха сейчас снимать, но я попробовал сдвинуть вот этот вверх и он сдвигается, я думаю, что если я сейчас его толкну, пол печки просто развалится, так что вы имеете возможность увидеть исторический момент, главное чтобы эта контора вся не развалилась вместе с печкой. Но это враг ли, это шутка. Так, что делаем тогда? Просто чтобы не снимать по одному кирпичику, я просто сдвигаю крышку, там подставил какой-то кусок ДВПшки, фанеры, пускай туда падает смело, нам ничего не повредит, у нас всё повреждено, что только можно было уже повредить, поэтому вот так. Ого, у нас здесь кирпичи хорошие, кирпичи хорошего формата, такие вот ровненькие, будем их потом отбивать и слаживать, потому что одна куча у нас есть такого кирпича, который, какие старых времена скажу, потому что была русская печь, но эту печку, видно, пытались когда-то ложить с нормального кирпича, но как-то, мне кажется, не удалось им это сильно хорошо сделать, поэтому такая себе пешка. Так, давайте дальше будем бурить туда. Всем внимание! Ура! Даже кирпичи не разбились. Такое вот получилось у нас тут дело, отдельное. И осталось совсем немного печки у нас. Такие вот развалины. Радские развалины, будем называть пешку эту. Пешку назовём их радские развалины. О, смотрите, какой кирпичик. Кирпичик действительно хороший, и он пойдёт ещё на какое-нибудь изделие у меня. Так как я тут могу наделывать всякие ерунды и люблю делать, поэтому этот кирпич у нас пойдёт. Кирпича нам уже не придётся точно покупать. Если видно отсюда, вот смотрите, на улице сколько его. На улице очень много. Он уже весь оббитый от глины, и поэтому... Ну, его там много на самом деле. Сложен один к одному. Всё, огонь. Так что так. Ну, а сейчас всё. Самое интересное произошло у нас событие. Поэтому сейчас я буду просто аккуратненько... Вон, видите, как разбирается у нас. Он просто разбирается легко. Ну, и всё. Вам тут уже тоже нечего пока показывать. Просто разберу пешку. Посмотрим, сколько кирпича у нас получилось. Ну, я смотрю, тут чуть-чуть подхалтуровали, потому что... Кирпич как-то обставлен непонятным способом. И больше всего, как будто в этот кожух заливали просто глину саму. Не знаю, возможно ли так было сделать или невозможно. Но как-то мне вот странно. Что-то у меня сомнения терзают. Что должно было так быть. Но мне... Вот моё мнение, так не должно было делаться. Ну, как есть, так есть. Так что всё, люди. Разбираю пешку. Посмотрим, сколько осталось кирпича. То есть, сколько получилось кирпича с этой пешки. Надо нам просто очистить эту стенку. Там пролушить чуть-чуть дырку в трубе. Трубу мы, наверное, будем всё-таки планируем. Планируем пока. Что если там всё с ней нормально на чердаке. Если получится её зашпаклевать. Обварить металлическими уголками. Чтоб она не разваливалась в дальнейшем. Потому что будем ставить пешку. Типа, может, камина такого. Балерьяна. И чтоб вот эта труба. У нас она за стенкой вот залит. И кирпичная труба. Потому что тут полэтажа будет второго сноситься. Чтоб эта труба грела нам первый и второй этаж. Потому что она кирпичная. Будет нагреваться. И всё такое. Будет нагреваться. Давать тепло. Здесь. И на втором этаже, соответственно. Поэтому. Как бы были планы. Резать трубу в стенку. Металлические. Эти сэндвич трубы. Но эта печь не даёт такового тепла. Она быстро нагревается. Большой плюс. Ну и быстро остывает дом вместе с печкой. Понимаете? Поэтому задумано пока что. Если всё будет хорошо, то труба останется. Труба у нас идёт от пола на кухне. И выше крыши получается. Поэтому в неё мы просто врежем балериантом. Или камин какой-то железный, металлический. Как сейчас вот. Привёз. Заказал. Тебе привезли. Сразу всунул. И можно топить сразу же. Не надо каких-то вызывать мастеров. Там спецмастеров. Чтобы ложили вот как эту бандуру. Поэтому привёз. Подключил. И можно затапливать. Вот так. Так что всё. Разбираю эту. Навозим парадок вокруг печки. Сложиваем кирпич. Ну давайте я покажу. Вот именно от этой печки. Сколько получилось кирпича. Чтоб вы знали на будущее. Есть ли смысл разбирать ради кирпича. Или ещё ради чего-то. Ну мне кажется есть. Это уже прошлый век. Вот эти печки. И поэтому. Прощай родимая. Так что вот так. Давайте. Покажу дальше что будет. Так друзья. У нас опять помощник. Да я проснулся. В нашей студии проснулся помощник наш. Он давно проснулся уже. Мы тут всем дела уже сделали. Ой какие. По разбору. Вот это чудо печки. Смотрите сколько стало места. Вот такое вот место. Тут конечно ещё бардак. Но это ещё будет разграбаться. Будем пить кофе. У нас опять же ничего нет. Ни воды ни пола. Но есть кофе. Вот такое вот. Да. Так что приятного кофе пить. Спасибо. Так пойдёмте посмотрим. Я обещал показать сколько кирпичей с этой печки получилось. Так вот часть битых кирпичей. Потому что это хлам. Они и были все поломаны там в печке. Непонятно как-то сложены. И залиты просто этим. Чем залито? Длинный. Длинный. Вот смотрите. Вот эта маленькая печка. Вот это всё. Ой маленькая куча. Это всё от этой вот печки второй. Большая куча. Это русская печка. А вот эта большая печка тоже как бы была. Которую я руками сломал нахер. Вот это. Да. Вот это маленькие кирпичи. По поводу пчёл. Что у нас? Иос. По поводу пчёл у нас Иос. Так они как летали так и летают. Пчёл и Иос и летают. Не хотят уходить я так понимаю. Поэтому. Что мы будем делать? Я не знаю. Есть одно предложение. Если бы видео набрало бы вот это. Тысячу каких-нибудь лайков. Я бы просто залез бы на чердак. И просто бы поснимал бы эти хвосты оттуда. Руками. Так что вот так. Потом ещё поговорим с вами на эту тему. Прямо с камерой. Оделся бы. Напялил бы на голову что-нибудь интересное. Маску Микки Мауса. Что после заржали. И пока они ржали я их буду выносить. Так что вот так. Ладно. Пойдём пить кофе пока. Потом будем беседовать про ООС. Так что вот так друзья. Можете ставить и начинать лайки. И туда я точно сооружу лестницу нормальную. И полезу слажу. Покажу как к себе бороться. По правильному. Так что мы пьём пока кофе. У нас даже свет есть. Понимаете? Ну всё есть. Свет. Кофе. И болгарка. Которая помогала мне пешку разбирать. Не чеченка. Не чеченка. А болгарка. Жаль не немка. И не немка. ООО. ООО. Можая кофе какое. Ну да. Так что вот так. Короче будем заниматься дальше делами. Так. Про Донкрат я уже рассказывал. Что Донкрат уже в пути. Заказал Донкрат на 8 тонн. Я думаю что он поможет нам поднять углы дома. Потому что дом тут не такой-то и тяжелый. Если бы нам приходилось веетом поднимать. Он бы конечно не поднял. А так по углу. Основные опоры и упоры есть. И поэтому углы легко должны подняться. Даже на меньшем Донкрате. Это я уже брал так. Но всякий случай. Мало ли когда-нибудь в хозяйстве пригодится. Поэтому вот так. Так что вот так. Короче будем что-то тут разграбать. Чуть-чуть порядок наведем по максималу. Так что что-нибудь. Разграбаем. Площадь уравняем с большей. Стены может чуть пообзираем. Потому что тут гипсокартон. Его надо выносить. Потому что он сырой весь. Он уже не пригоден ни к чему. Стены все равно будут шлифоваться. Чем-то покрываться. И это нам нифига не нужно. Только надо гипсокартон аккуратно снимать. Потому что у нас. Проводочка. Да. Проводочка поверх гипсокартона. Скажу. Ну это такая пока еще проводка. Но нам тоже не особо нужна. Ну пока еще мы делаем ремонт. Конечно она нам нужна будет. Поэтому сейчас. Меня сегодня целесообразно. Какая-то лампочка даже есть. Поэтому у нас тут розетки есть. Проводка есть. Лампочки есть. Все что нам нужно. Я думал я решу вопрос с бетономешалкой. И будем с Иваном заливать. Да тут большие-большие крысы. Только что пробежала крыса под ногами. Я думал она ее глюканула. Но Иван тоже подумал что глюканула. Значит нас двоих глюкануть не могло никак. И большая пацаваца убежала вон туда куда-то под стенку. Не знаю откуда она вылезла. Может со шкафа отсюда от какого. Но она значит долго со мной здесь находилась. Нарушили ейный покой просто. Она наш. Да она наш. Мы труханули если честно. Так что так. Будем с Иваном заливать. И все делать дальше. Сейчас неизвестно конечно. Куда это все будет. Куда это все будет. Колодец у нас рядом. На территории воды пока нет. В планах тоже бить скважину. Сам буду бить. И даже больше для вас. Там уже за 10 тысяч лайков. Да. Ну скважина наберут если мы выкопаем. Так что вот такая вот байда. Ладно давайте еще там пообщаемся. Сейчас мы что-нибудь поделаем. Может поравняем. И потом включимся. На результате. На результате что-то еще побеседуем с вами. Так друзья. Наш рабочий день подходит к концу. Сделали большую работу с Иваном. Смотрите какая чистая стенка. На фоне Ивана. Даже не узнать стенку эту. Короче вот с этих страшных стен убрали гипсокартон. Блин. Сильно это все нудно и долго конечно происходило. Потому что. Чтобы не повредить старую проводку. Такая какая-то полустарая. Я кто-то пытался ее менять. Но нам ее надо оставить. Потому что нам еще надо подключать электроинструменты. И вообще и свет нам надо. Поэтому ее рвать мы пока не стали. Тут вот такие стены. Эти стены все будут зашлифовываться. Полностью я попробую до белого бруса сделать. Там максимально шлифануть. И покрыть потом белой пропиткой. И когда покроется белой пропиткой. Такое получится как беленое дерево. И между каждым брусом. Я приклею или пробью джутовый канат. Ну кто знает тот знает. Кто не знает тот увидит потом. И получится стенка будет белая. И полоски будут от этого каната. Такие льняного цвета. Ну он цельно и делается в принципе. Какой же там гул стоит. Еще что у нас. Пока мы сейчас снимали япцекартон. Эту комнату удачно обрывали. Вторую начали обрывать. И когда я вот срывал последний кусок. Ну там еще что-то осталось. Меня что-то резко укололо. Но это не укололо. Это у меня ужалил шмель. Так что вот так. Сейчас они там жужжат неплохо. И сейчас они там жужжат. Вот их гнездо. Вот это вот. И там походу детки есть. Потому что там всякая херня. Какие-то там непонятные. Такие. Ой слышите? Может слышно? Лазят, жужжат. Я думаю что слышно. Я туда напырслал деклофосом. Сейчас я буду разбивать это гнездо. Потому что мне надо завтра сюда прийти и работать дальше. Хорошо у нас. У нас это. На чердаке осы. А тут шмели. А тут шмели в доме. Поэтому нас окружили походу. Выключаем свет. Оп. Чтоб уйти нам отсюда свободно. Вот мое орудие. Очень милые тут уже подыхают. Некоторые на окнах. Так что. Замки у тебя. Ну все. Короче. Мы сейчас будем валить отсюда. Ладно мне не спотыкнуться и не упасть. Блин. Такое непонятное тут конечно. Непонятненько. Что-то веник не берет. Веник не берет. Это нифига. Был он лопатой. Признаков жизни не обнаружен. Но я туда что были остатки. Остатки запрышков. Но жужжат они. Ну жужжат они нормально. Как будто там детки есть маленькие. Что непонятно. Что и такое конечно. Короче может тут нифига и не будет. Может они там уже кайфуют. Может они от деклофоза кайфуют. Да. Так что ну вот такая вот фигня. Что там? Потому что стены что-то как будто. Не пугай мне. Тут и что такое. Не знаю что это. Липкая блин как мед. Что-то поймешь. В стенах они так. Жужжат? Но они прям как. Вот так в стенах херачат. Ладно пошли. Завтра будем смотреть. Так что. Так что вот такая вот фигня. Замыкаем конторку нашу. Короче друзья. Тут у нас большая работа проделана еще на улице. Тут рос очень большой куст жасмина. И поэтому нам придется поднимать когда угол дома. Все равно его надо было выкопать. И куда-то пересадить. Поэтому что мы делаем. Что мы делаем. Иван уже пересадил его. Пойдем посмотрим. Он пересадил. Потому что куст сам по себе дает вкусный запах. Плюс еще. Я слышал такое правда это или неправда. Что если есть на участке клещи. Они очень боятся этого запаха. Поэтому еще один большой плюс. Мы не стали выбрасывать этот куст. А просто решили его пересадить. Здесь конечно еще все такое себе. Песочек наш. Все еще такое себе. Вот он куст. Мы его сначала обрезали. Мы не знали просто что это жасмин. Он был маленький такой. Обрубленный. И там мы его скосили сначала что-то. Решили короче пересадить. Тут короче у нас болото. Это все. Болото будет сноситься. Хорониться и политься. Короче вот такая фигня. Так что так. Мы короче уходим домой. Всем пока. Короче смотрите нас. Подписывайтесь. Запомните этого парня и эту прическу. Запомнили? Завтра контент будет. Завтра прическа будет другая человека. Сколько ты отходил с этой прической? Где-то полгода. Где-то полгода он отходил с такой прической. Даже больше наверное. Все холопаты не убивают. Я показывал кто там. Ну вот такая вот прическа. И посмотрим что будет завтра. Так что все друзья. Подписывайтесь. Заходите. И еще насчет ос. Кому интересно. Я снимал видео. Если мы там пытались деклофосом что-то травить. Короче осы ни хера не улетели. Они обожлились. И поэтому если вы на это видео. Тысяча лайков мне наставите. Насобирается тысяча. Сразу одеваю обмундирование. И лезу на чердак снимать вот эти шапки осиные. И похер. Буду там сальто крутить оттуда с чердака. Падать. Вы хоть поржете. Я вам покажу. За тысячу лайков я сразу лезу без разговора. Одеваю какой-нибудь противогаз. Какую-нибудь файку. И что что-нибудь. Чтоб было интересно и смешно. Так что вот так. Подписывайтесь. До скорых встреч. Пока. Пока.